И партнер, человек без которого, человек-компания, компания-человек, человек-пароход, без которого бы не случился этот фильм, компания Иви, давайте их похлопаем. Все уже знают, что 16 декабря мы выходим в кинотеатр, 30 декабря мы выходим на платформе Иви, можете смотреть там, по второму, по третьему разу, если у вас будет желание. Регионы, наши любимые партнеры, которые нас радушно принимали, помогали нам во всем, что закрывали для нас термальные источники, перекрывали дороги, значит, отменяли дни рождения у кого-то в высокопоставленных чиновниках, потому что приехало кино. Это очень важно, их очень много в этом году. Это Тюмень. Такое ощущение, что ползала в репресс-тюмень. Ребята, я хочу сказать, ни у кого нет такой жирной фотозоны, как у Тюмени? Это красиво, да, это красиво. Мордовия. Это, видимо, кто-то из Мордовии, кто-то представитель, а здесь просто кто жил, он в Москву переехал. Нет? Все в порядке, я вижу, конечно, чтобы, думайте, я вас не узнал, я всех прочитал заранее. Башкирия, это Уфа прекрасная у нас. Есть, ребята, хорошо. Нижний Новгород. Ну, это просто из уважения, что ли? Хорошо, спасибо, ладно. Красноярск. Отлично, да. Ну и прекрасная петь. Спасибо, друзья. Отлично, молодцы. Компания B.Y., благодаря которой состоялось сегодняшнее мероприятие. Ребята, спасибо вам за этот прекрасный зал. Все круто, все вкусно. Спасибо. Давайте мы вызовем сюда группу, которая принимала участие в съемках, потому что это пять разных маленьких кинокомпаний, которые снимали этот фильм, вкладывали душу в него, вкладывали свою душу в маленькую, свою короткометражку, в новеллу, которые потом сложились в большую классную новогоднюю историю «Елки-8». Ребят, все, кто принимал участие, пожалуйста, на сцену, я вас очень жду. Панкурный аплодисмент, ребят. У нас Новый год уже. Уже Новый год. Вы вас вообще не чувствуете? Хорошо. Постой. А, кстати, пока вы выйдете в группу, я хотел бы сказать большое спасибо нашим информационным партнерам, особенно юмор-эфэм. Обожаю концерты Петросяна на юмор-эфэм. Здрасте. Что вы такие серьезные все. Ребята, расслабьтесь. Уже все случилось. Уже все случилось. Вот Варвара вышла в толстовке папы. Заходите, ребят, заходите. Там ниже тюрьмень идет. Находите, давайте, находите. Там все. Я недавно просто летел, кстати, в Перми на премьеру. Я захожу в автобус. В Перми до сих пор не работают рукава, которые принимают телетрапы. Я захожу в автобус и все стоят в середине. Я говорю, ребят, ну проходите в начало автобуса. Там же пусто. Вот это примерно так же. Ребят, заходите. Все? Спасибо. Да. Давайте мы представим режиссеров, которые снимали эту новеллу. Новеллы свои. Василий Зорний. Где ты у вас? Аплодисменты. Человек снимал Уфу. Александр Лупашко. Саша, здравствуй. Саша снимала Нижненок. Женя, прекрасно. Варимаца... Где у нас, Варичка? Варимаца... Где ты у меня? Варя снимала детей, которые живут в Нижнем Новгороде. И еще Саранск. Основную историю Борю и Женю. Да. Аплодисменты Варичке. Яша Юралийский. Яков, Яков. Яков снимал Уфу. Тюмень? А, Тюмень. Тюмень? Ну, хорошо. Тюмень, да. Уфу никто не снимал, ребята. Уфу вырезали. Да. Я, Антон, пока не снимал пели. Спасибо большое. Сейчас я хотел передать слово нашим друзьям, большим партнерам, генеральному директору Иви Ориджиналс, Вадиму Сухоловскому. Аплодисменты, друзья. Мы продолжаем. У нас все на аплодисментах строится. Попозак, как в стендапе. Добрый вечер. Я очень рад, что такое большое количество людей пришлось сегодня на эту премьеру. Очень рад видеть артистов Великого Бедровича и Говорота. Спасибо вам большое, что пришли. Это Ольга Пузовкова тоже, да? Поприветствуйте, пожалуйста. Вы знаете, на протяжении десятилетий кинематографисты, сначала советские, потом российские, мечтали о том, что они сделают новогоднее кино. Потому что слава иронии судьбы не давала никому покоя. И единственный человек, которому это удалось, гений по-настоящему, это Тимур Бекмамбетов, благодаря которому мы получили елки. Давайте поаплодируем Тимуру. Филип Киркоров, спасибо Филипму за прекрасную песню, которая легла в основу фильма. Ребята, спасибо за доверие. Но, наверное, по поводу «Если песню», то давайте представим композитора, автора этой песни Андрея Резникова. Вот он приехал, прилетел из Питера специально. Он написал эту песню. Все началось с песни, потому что, когда позвонили ребята и пригласили меня сыграть... Я могу сказать, кого я играю? Кого вы играете? Я играю в фильме, да. Я, скажите, ты будешь... По наряду же понятным. Нет, я сегодня как... Я сегодня, соответственно, этому названию хотел прийти. Значит, понимаете, я... Но Ольга, можно я приду в елке? Хочешь стать звездой? Сядь на елку. Поэтому я приглашаю Ольгу Бузову. Ольга, Ольга Бузова. Я? Да, вы Ольга Бузова. Аплодисменты Ольге. Посмотрите, как она подготовила. Какой панк красивый. Как вообще... Ольга, вы ему скажете что-то? Я отойду с того... Я сразу же прошу прощения. А у тех, кто сидит сзади меня, вам придется еще раз посмотреть этот фильм. Ну, говорят, после премьеры в кинотеатрах будут на платформе Иви. Поэтому вы можете сегодня смотреть на мой панк сзади. А потом посмотреть на всех платформах Иви в первую очередь. Я безумно... Оль, если ты начнешь крутиться, ты взлетишь, кстати. Я на самом деле безумно счастлива, что продюсеры наконец-то поняли, кого не хватало в этой истории под названием Ёлки. Поэтому сегодня нет Светлакова. Мне очень, правда, приятно, что я приняла участие. Вы, наверное, уже догадались, что я играю там. Правда? Можно же говорить, что я снялась там? А вы можете сказать, что вы играете друг друга? Ну, то есть Филипп тоже пытается скрыть, и ты пытаешься скрыть. Давайте, ты скажешь, что ты охранник, а он скажет, что ты... Нет, я, между прочим, я снималась в Тюмени. Я хочу выразить огромную благодарность Тюмени и всей съемочной площадке, всем ребятам, которые со мной два дня. Я отметила Новый год уже 30 августа. Я прилетела, мне нельзя было говорить, куда я... А можно вы это все рассказали? А уже можно говорить. Конечно, можно. Нельзя было говорить. Экономам вылетели, Оль, говорите прямо. Нет, кстати, бизнесу. Спасибо большое. Спасибо Тюмени, ребят, спасибо. Хоть кто-то летает бизнесом в Тюмень. Мне нельзя было говорить, где я снимаюсь, для кого я снимаюсь, зачем я снимаюсь, что я снимала, я еще не понимала до конца. И я делала всю эту историю под хэштегом секрет. Но потом я сняла ТикТок на фоне тюменских небоскребов. И все догадались, что я была в Тюмени. Вы понимаете, как Тюмень любит Тюмень? Что они знают и узнали свой дом. Я не люблю много говорить, вы, наверное, заметили, да? Говорят? Просто ТикТок еще увидел, Оль, вашу фотографию, как вы на фоне Стеллы. Добро пожаловать в Тюмень. Говорят? Говорят, лучше один раз посмотреть фильм, чем много про него слушать. Но вам предстоит еще послушать много людей, поэтому наберитесь терпения. Фильм, правда, классный. Правда, я ушла, когда я себя посмотрела. Со съемок ушла. Можно представить нашего друга, коллегу, бог любит троицу, на эту сцену приглашается к этому микрофону Иван Андреевич Урган. Ура! А мы уходим в тень. Я ухожу в тень банта, аксессуара Ольги Бузовой. Да, мы просим вас уйти в тень. Сейчас в тень ушла, полгруппы ушло. Здравствуйте, друзья, спасибо огромное. Здравствуйте, дорогие коллеги, спасибо большое. Я всех поздравляю, это большой праздник. Что хочется сказать, глядя на этот зал? Мы победили коронавирус. Другого объяснения я не вижу вот этому всему. Это первая радостная новость. Вторая новость после разговора Филиппа и Ольги. Я прошу продюсера фильма в следующий раз сообщать заранее другим участникам фильма, кто еще снимается в фильме. Может быть, это скорректирует актерский состав на следующий фильм. Ну и, наконец, Сергей Супаков не может сегодня присутствовать. Он снимается в «Девятых елках». И они выйдут, мы надеемся, сразу же, после того, как появится восьмой, вот сразу встык, чтобы уже не было пауз. Потому что сейчас единственное, что раздражает нас всех, это паузы между фильмами. Хочется, чтобы их не было. Чтобы это был просто онлайн бесконечный, большой, веселый, яркий. И такой не похожий ни на что другое сериал. Всех поздравляю. Отсутствие... А где Тимур Бекмамбетов? Он отсутствует на сцене? Правильно, потому что... Он снимает, нет? Если бы я знал, что можно не выходить, я бы тоже не вышел. Но ты меня опередил. Тимур снимает что? Здесь только что я его видел. Всех я еще раз поздравляю. Желаю всем здоровья. С наступающим Новым годом. Передаю слово. Спасибо, Ваня, спасибо. Ну, собственно говоря, мы можем зафиналить наши прекрасные героини, которые вы сегодня увидите. Ее зовут Варвара. Варвара, выходи к нам, пожалуйста. Давай скажи пару слов. После Ивана тебе приходилось говорить? Я хочу сказать, что цифра 8 – это знак бесконечности. И бесконечной вам всем любви. Понятно вам? Черствую вы. А вам бесконечной любви. Все, Варя? Спасибо. Хорошо. А у тебя в научных херкоров играет? Да, скажи. Говори «да». Да, говори. Варя, говори «да». А, Ольга Бузова, да? Да, и Милоги. Понятно. Друзья, все? Всем сказали? Все хорошо? Да? Здесь? Друзья, давайте включили камеры все? Давайте включаем камеры, друзья. Подождите, Филипп. Я хочу снять бант, но для того, чтобы я его сняла, мы должны посмотреть фильм, насладиться прекрасной актерской игрой, прекрасной работой. И я должна приехать домой и его снять дома. Нет, нельзя. Дома? Дома? Филипп, идите домой. К Ольге. Да, идите. Нам прошли снимать бант. Домой к Ольге и будете снимать бант. Друзья. Давайте посмотрим фильм. Да. Мы сегодня посмотрим фильм, потрясающий. Антон, представь, ребят, представь всех. У них там какое-то между собой, я пока занимаю время. Мы ждем всех гостей, потому что Мас... Что, ты куда пошла? Встала и ушла. Меня не раздражает ваш черный свет. Ваше все здесь на месте. Останься, Оля. Ты мне нужна сегодня. Оль, садитесь за стол к Филиппу. Филипп просто не знает, где его стол. Я знаю, где был мой стол. Был и всплыл. Теперь мы идем за другой стол. Оля, пошли за стол. Я с папой. С папой? Познакомь с папой. Началось. Вот так, папа. Это елки. Это начало. Это елки бесконечность. Это не закончится никогда. Поэтому давайте получим сегодня колоссальное удовольствие. с каждым этим потрясающим ребятам в команде, которая так старалась, которая сделала этот проект уже неотъемлемой частью Нового года. Вот есть... Была в советские времена ирония судьбы, было оливье, были мандарины, а теперь уже елки. Это уже традиция. Спасибо, ребят, что вы дарите возможность и зрителям, и артистам участвовать в этом потрясающем приключении под названием елки. А в данном случае елки 8. Спасибо, Филипп. Спасибо большое. Спасибо группе, ребят. Спасибо огромное. Давайте смотреть всю эту историю. Но наших многоуважаемых друзей, гостей прошу не расходиться после премьеры. Нас ждет огромный гастрономический сюрприз от шеф-повара в Сия Руси Константина Ильева. Мы будем сегодня что-то, я не знаю, как-то сюрпризом себя наслаждать. Я действительно не знаю, что это будет. Сейчас я попрошу вас об одном. Давайте наполним бокалы, давайте уже начнем встречать Новый год, смотреть елки, веселиться, улыбаться. И давайте раз, 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 раз. Спасибо, спасибо, да.